Сегодня 9 человек из разных стран мира будут бороться за главный приз, Бравл Пасс Плюс. У нас здесь есть Украина, Италия, Нигерия, конечно же Россия, Испания, Белоруссия, Казахстан, Польша и Франция. Каждый участник так или иначе связан со своей страной, кто-то живет в Украине, у кого-то родственники из Казахстана, ну а кому-то просто нравится итальянская пицца. Но затащит сегодня только один, только одна страна. Ну что ж, начинаем. Вы наверняка знаете, что с донатом в России сейчас большие проблемы. Но есть очень быстрый и удобный способ это сделать через PlayRock. Здесь огромное количество разных игр и приложений, выбираем категорию, здесь очень много всего, можно купить гемы, акции и даже аккаунт по Бравлу. Вот смотрите, очень большой выбор. Если уже выбрали товар, здесь можно почитать отзывы о продавце, потом нажимаете купить, далее. И здесь, кстати, появилась оплата зарубежной банковской карты, тоже можно оплатить. Товар приходит за 5-10 минут, лично я постоянно пользуюсь PlayRock, это самая надежная и безопасная площадка. Пользуйтесь, ссылку я оставлю в описании. Первое испытание для наших участников это один хп-челлендж. Здесь им нельзя задевать обшипы. Ну а если задели, то нужно отойти обратно на чекпоинт. Ну что, побежали, давайте. Вылетают двое последних. Пока что можете писать в комментах, за какую страну вы болеете там. За Россию, за Белоруссию, за Польшу. Кстати, Польша пока что впереди. Кстати, здесь есть участник Нигерии, блин, как же ему обидно, наверное. Ну типа, за него никто не будет болеть. Кто вообще из Нигерии есть? Ну может, один человек из 500 тысяч и всё. И то, мне кажется, навряд ли. Так, участник Польши решил более безопасно отыграть, взять чекпоинт. Ну что ж, его решение, конечно. Кстати, хочу ещё пояснить, что ролик сделан в развлекательных целях и не затрагивает политику. Все персонажи вымышлены, всё сделано по фану. Ну а тем временем у нас участник Белоруссии впереди. Вот это да, очень уверенно он идёт. В отличие от представителей России и Украины, которые пока что, к сожалению, отстают. Блин, это такой фейл будет, если сейчас Россия и Украина отлетят. Представляете, это... Но у нас как бы всё честно, да. Если они вылетят, что поделать? Значит, они вылетят. Побеждает сильнейший. Ну и пока что сильнейший участник Белоруссии. Он просто показывает мастер-класс в этом режиме. Ну, кстати, Франция тоже ненамного отстаёт. И Польша. Все они очень уверенно движутся. Но остальные, да. У остальных небольшие проблемы. Они уже ошибались. Неужели Белоруссия всё доходит до финиша? Белоруссия идёт дальше. Это 100%. Так, блин, Нигерия очень близко была, но подставляется. Эх, и тут уже туман. Что делать? Я думаю, придётся делать дополнительный раунд. Потому что, смотрите. Здесь уже всё очень плохо. Да. Туман. Надо делать дополнительную игру. Россия, Украина, Нигерия, Казахстан, Испания. Двое участников из этих стран сейчас вылетят. К сожалению, очень обидно терять кого-то. Было бы лучше, если подлетела какая-то Франция. Потому что за Францию Крафтерден. Который раньше был моим хейтером. Ладно, шучу. Побеждает сильнейший. Я всё-таки независимый комментатор. Казахстан у нас немного отстаёт. И выглядит всё плохо. Блин, как будто бы шансов нет. Ну нет, ошибается Испания. Это шанс, это шанс. Давай, Казахстан. Ты ещё можешь затащить. Очень хорошо идут они. Неужели? Всё. Россия, Украина, Нигерия. Мне очень жаль, но Испания и Казахстан у нас вылетают. Но что поделать. Дальше идут сильнейшие. Второе испытание. Это очень жестокая и сложная гонка. Более того, участников будут замораживать Лу. Блин, я не представляю, как они пройдут эту карту. Мне кажется, её пройти практически невозможно. Но посмотрим, может у кого-то получится это сделать. Так, ну давайте. Могу вам пожелать только удачи. Всё, побежали. Ну что, смотрим, у кого здесь какая-то тактика. Сразу же представитель Италии у нас улетает. К сожалению, назад. Но что поделать. Ой, многие тоже улетают. Представитель Нигерии вырывается вперёд. Вот это да. Смотрите, какой отрыв. Просто Нигерия в соло. Давайте хэштег сделаем Нигерия в соло. Да ладно. Лу, Лу, почему вы стоите? Давайте замораживайте, замораживайте. Что? Что? Нигерия? Это что за молния Мукуин? Посмотрите на это. Нигерия просто пробежала полкарты уже. Да ладно. Её не догнать. Это просто невозможно. Это невозможно. Догнать Нигерию. Что происходит с Лу? Они не успевают. Вот это да. Нигерия просто показала уровень, конечно, в этом испытании. Ну, Лу, да, какие-то странные. То есть они плохо кидают. Слабо очень. Польша тоже доходит. Белоруссия на месте. Так, Россия. Давай, давай. Россия вперёд. Всё, Россия тоже проходит. Франция и Италия. Франция или Италия? Франция. Так, а кто у нас? Нет, Украина. Украина и Италия. Неужели? К сожалению, они вылетают. Блин, очень жаль. Сильные участники на самом деле. Но не повезло. Третье испытание. Это слепой снайпер. Здесь уже будет решать. Ну, рандом, наверное, да? Есть какая-то доля скилла здесь. То есть нужно понимать, как мансить. Как-то предугадывать мои атаки. А ещё, кстати, здесь решает персонаж. То есть у кого больше ХП, им, конечно, легче. Именно поэтому Перчик взял такого мощного, плотного персонажа. Ну ладно, ладно. Он не знал режима. Так. Ну что ж, давайте. Да зачем мы гаджет поставили? Не надо, не надо. Без гаджета. Всё. Не, гаджеты они могут юзать, но только сейчас, когда я дан старт. Всё, погнали. Так, ну смотрите, прочитаю сейчас. Вот. О, да, прочитал. Что? Минус один сразу. Кого я убил? Представителя Белоруссии, по-моему. Так, сейчас, сейчас найдём. Ну вот где-то здесь. Нет. Да ладно. Так, сейчас, сейчас. Ну вот вижу, вижу справа. Нет. А, вот. Всё, убил. Хорошо. Получается, Нигерия и Белоруссия вылетают. Эх, жаль, жаль. У нас сейчас будут пенальти. Что же это такое? Это ещё не финал. То есть здесь вылетает только один человек. Смотрите. Участники по очереди должны встать вот на эту линию. То есть они будут вратарями. Ну а я буду пытаться им забить мяч с ульты. Их задача это поймать как можно больше мячей. Ну, либо из четырёх, либо из пяти. Посмотрим. В зависимости от того, как быстро закончится игра. Ну что, первый у нас перчик. Всё тогда. Начинаем перчик. Давай. Удачи. Я, конечно, буду пулять с линии. Ну, само собой. Так. Ну, давайте. Куда ему пустить? Ну, наверное, в угол. В угол, конечно, надо. Сейчас. Вот так. Что? Нет, он не поймал. Не хватило реакции, к сожалению. Так. Ноль из одного, да, получается. Пока что всё очень плохо у перчика. Так. Ну что ж. Пуляем второй раз. Кстати, я могу бегать, чтобы запутать его. Поймал. Хорошо, хорошо. Но я ещё там не в самый угол кинул, да. Можно было прям в самый. Я просто боюсь промазать. Так. О, поймал. Хорошо. Реакция Мангуст решает. Так, давай перчик. Четвёртый. Нет, не ловит. 2-2 получается. Ну, то есть такая статистика не самая лучшая. Сейчас будет ловить участника из России. Как вы знаете, Россия в футболе не самая лучшая команда, но будем надеяться, что у него всё получится. Так, не, без гаджета. Кстати, да, я ему разрешил юзать ульту, но гаджет нет, гаджет нельзя. То есть у него преимущество, да, у него ульта. Что поделать, ему повезло. Ну что ж, давай. Ну, он поймает, он поймает, я в нём уверен. Потому что у него ещё ульта есть. Так, давай. Что? 0 из 1 пока что. Так, ладно, давай на Венинзе соберись. Ты сможешь. Всё-таки, ну, он должен, он должен поймать. Хотя бы 2 из 2. И тогда у них будут дополнительные раунды с перчиком. Так. Давай. Ой, я не попал. Не, ребят, не считаем, не считается. Кто-то будет думать, что я там специально России помогаю. Не, не, не. Не считается. 0 из 1. Так. 1 из 2. Молодец. Так. Дальше. Поймал. 2 из 3. Лучший. Так, ну что, последний. Давай, давай, ты поймаешь, ты поймаешь, ты сможешь. Вот сюда. Нет, ну он же почти поймал. 2 из 4. Ну, как и у перчика. И у нас осталась Франция. Это Крафтерден, который любит французские круассаны. Сейчас ему надо поймать. Получается, ну, больше 2. 3 надо поймать. Ну что ж, давай, Крафтерден. Посмотрим, получится у тебя это или нет. Так, вот сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, Крафтерден. Как же так? Реакция подводит, да, уже? Ну, понимаю, понимаю. Бывает старость, не радость. Так, ладно. Сейчас второй раз. Что? Он опять не ловит, не может быть. Офигеть, неужели Франция сейчас вылетит в футболе? Ну, похоже, что да. Потому что ему надо сейчас 2 раза поймать. Так, давай, Крафтерден, соберись. Что это такое? Ты подводишь Францию? Так, ну, я буду пулять, как обычно, в самый угол, типа. Я честный независимый судья, вы меня знаете. Поймал. Ну, хотя бы один раз, Крафтерден, хотя бы так. Всё, либо он сейчас ловит, либо он выбывает. Так. Что он поймал? Вот это да, вот это камбэк от Крафтердена. Так, давайте по очереди. Кто первый пропустит, давайте. По очереди все. То есть, начинаем с Перчика. Перчик был первым. Кто пропускает, тот вылетает. Всё, погнали. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, Перчик. Не, остальные, остальные тоже должны поймать. Чтобы всё было честно. То есть, может быть, двое там не смогут поймать. Так. Сту теперь. Ну, блин, сту это имба. Так, да что такое? Блин, он ждёт, он поймает сейчас. Что? Я забайтил, я забайтил его. Что-то ни у кого сейчас не получается. Все волнуются, я так понимаю, потому что они в шаге от финала, и никто не хочет вылетать. Так, ну что? Блин, он стоит прямо по центру. Это как ему забить вообще? Я не знаю, он... Ай, он ловит. Ну, он прямо максимально в центре стоял. Окей. Так, давайте. Испания... Ой, Польша против России. Вылетит один. Так, Польша. Ой-ой-ой, Польша ловит. Опасно, опасно сейчас для России. Надо ловить. Надо ловить. Так, не, ну кидаю я, как бы, объективно в угол. Блин, ну как просто? Как? Это конец. Россия вылетает. Ребят, у нас всё честно, сами понимаете. Это конец для России. Франция или Польша. Их осталось двое. И сейчас они сразятся в жесточайшей дуэли. Насмерть. Один из них, к сожалению, вылетит и не получит ничего. Ну, а другой получит Бравл Пасс и станет победителем. Карта вот такая. Преимущество у Шелли. Но, скажу честно, Булл может. Булл может переиграть. Перчик, давай, я в тебя верю. Ты сильный. Ты сможешь. Ты топ-1 мира. Давай, затащи эту Шелли. Так, Крафтер Дэн. Слушай, ну Крафтер Дэн, ну Шелли не контрится. Ты затащишь. Я на тебя поставил. То есть, ну тут без шансов для Булла. Давай, давай. Затащи. Я двойной агент. Ничего личного. Погнали. Так, Буллу надо не подставляться, чтобы не дать Шелли ульту. И, по идее, с двух тысячек он её заберёт вплотную. Так, он заходит. Аккуратно. Крафтер Дэн не читает игру. Он не видит его. О, попадание есть. Блин, ульта есть. Ну можно, можно аккуратно зайти. Можно аккуратно зайти. Блин, подставляется. Уходи, уходи ультой. Нет, нет. Блин, всё. К сожалению, ну или для кого-то к счастью, побеждает Франция. Крафтер Дэн на Шелле. Ну что ж, получается, он забирает приз. Бравл Пасс Плюс. На этом всё. Если вам понравилась эта идея и вы хотите вторую часть, то ставьте лайк на это видео. Подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.